Приветствую всех на канале о нейросетях и взаимоотношениях с ними под названием Она. Это третья часть обзора всех плагинов в чат GPT, которые уже доступны всем подписчикам чат GPT+. Хоть они и все равно остаются в тестовой версии, OpenAI дает пробовать продукт новым людям. Полный плейлист по плагинам вы найдете в описании. Ролик сделан нейросетевым переводом и озвучкой. Автор оригинала указан в комментариях. В общем, душно, но нужно. Чтобы вы могли понять, какой плагин что делает. Ведь они работают только на модели GPT-4. А как мы все знаем, у нее есть лимиты. И дабы не тратить свои драгоценные запросы, когда у вас появится доступ, вы можете воспользоваться выделенными эпизодами на таймлайне и ознакомиться с интересующими вас плагинами, их принципами работы. Но если вы хотите самостоятельно попробовать все это, то скорее обратитесь за оформлением подписки чат GPT+, лично ко мне. В описании и закрепе вы найдете ссылки для этого, а также ссылку на вейтлист, получение доступа к плагинам и веб-браузингу. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Ваша поддержка очень важна. Также у нас есть телеграм-канал и ВК-сообщество. Ссылки сами знаете где. А мы начинаем. А теперь давайте протестируем наш следующий плагин, ссылку доступа. Заходите по любым ссылкам в интернете и получайте необходимую вам информацию. Это круто. Давай установим приложение. Хорошо, скажи мне, как мне следует использовать этот плагин и что он может сделать. Давай так и сделаем. Плагин ссылки доступа – это инструмент, который позволяет мне извлекать, просматривать и анализировать текстовое содержимое с определенного URL-адреса, предоставленного тобой. Хорошо, так что для того, чтобы использовать его, мы должны указать конкретный URL-адрес вместо того, чтобы спрашивать его о конкретном веб-сайте. Так что нам нужно подготовить первый URL-адрес. И похоже, что существует только одна функция, которая называется URL-адрес для анализа ссылок доступа. И она очень проста и понятна. А затем она предоставляет краткое описание веб-страницы, отвечает на конкретные вопросы о содержании и обсуждает информацию более подробно. Так что давай поступим именно так. У меня здесь подготовлена первая страница сайта yahoo.com, так что давай попробуем это сделать. Программа должна быть достаточно умной, чтобы распознать этот веб-сайт и автоматически запустить плагин. Круто. Здесь указан URL-адрес. Это единственный параметр, который ему нужен. Домашняя страница Yahoo распознана правильно, и новости возвращаются обратно. Давай-ка проверим это сами. Дискуссия об изображении тела связана с возвращением более теплой погоды. И я рассказал о том, как Кенни Дэвис рассказывал о бла-бла-бла репортаже об одном дизайнере, в котором упоминались модные тенденции начала 2000-х годов. Вот четыре пункта, в которых он кратко излагается. Давай посмотрим, что же у нас здесь есть. Не похоже, чтобы я мог выбрать возвращаемые товары из того, что я видел здесь, и в нем явно меньше товаров, чем я вижу на этой странице. Мне интересно, почему это так. Пожалуйста, обратите внимание, что колонка на главной странице Yahoo динамично меняется, а также добавляются новости и статьи. Если у вас есть конкретные вопросы по темам, и вы хотите узнать больше о конкретной статье, не стесняйтесь задавать их. Не похоже, чтобы у нас здесь все шло так уж хорошо. Может быть попробуем зайти на другой веб-сайт. Это сайт The Verge. Давай попробуем вот на этом сайте. Там должно быть меньше информации, чтобы мы могли лучше проверить результат, возвращаемый плагином JUPT. Давайте посмотрим, как обычно, на указанный URL-адрес, а затем получим ответ на наш отзыв. Домашняя страница Viorges – это сайт новостей о технологиях, не так ли? Журнал Wall Street Journal выявил по меньшей мере 6,8 миллиона транспортных средств, оснащенных потенциально опасными подушками безопасности. И это только одна часть возвращения Невиса? Речь идет о подушках безопасности и транспортных средствах. Давай проверим это. Я не уверен, что вижу здесь точно то же самое. А где здесь говорится о подушках безопасности и транспортных средствах? Давай зададим более конкретный вопрос. Какие новости ты видишь на домашней странице сайта Verge? Перечисли первую десятку новостей, которые ты видел, давай так и сделаем. Окей. Я снова посещаю этот сайт. Я думал, что он уже есть здесь, в его памяти. Я приношу извинения за возникшую путаницу, но похоже возникла проблема с получением заголовков медицинских новостей с домашней страницы Virgin. Информация, которую я получил, относится только к одному новостному сюжету о потенциальной проблеме безопасности подушек безопасности компании в некоторых транспортных средствах. Я не уверен, что это соответствует действительности. Нет, не похоже, чтобы это сработало. Ни для доткомов Yahoo, ни для других доткомов Verge это не работает. Так что я думаю, здесь нужно внести некоторые улучшения. Правильно, вот ссылка для доступа. Здесь определенно нужно кое-что доработать. Переходя к следующему пункту, программа E-Film Forms позволяет создавать формы на базе искусственного интеллекта, опросы, викторины и анкеты для геев. Давай установим их на место. И еще раз представим этот плагин. Я думаю, что этот инструмент является производственным инструментом, который поможет повысить эффективность разработки опроса, а затем разработать задавайте вопросы. А затем помогайте вам, возможно даже анализировать полученные данные. Но ведь здесь есть только одна функция. Мы видим бланки, отправленные по почте. Эта функция позволяет вам создать новую форму, опрос, викторину или анкету. Вы указываете тему формы, и функция вернет вам URL-адрес. Этот URL-адрес можно использовать для импорта формы в вашу учетную запись у iForms. Хорошо, давайте вместе попробуем получить очень полезную информацию, которая может помочь вам исследовать или создавать интерактивный контент для вашей аудитории. Этот плагин очень похож на плагин Enable, который мы пробовали в прошлый раз, не так ли? Давай зададим тот же вопрос, что и в прошлый раз, а затем я хочу узнать, с какой частотой люди подключаются к новому смартфону в наши дни. Давай посмотрим, какие хорошие идеи это может дать. Частота обновления смартфонов очень высока, частота обновления очень высока. Так что fa.com – это здорово. Я создал приложение под названием «Частота обновления смартфонов». Ты можешь использовать эту форму для сбора данных о том, как часто люди меняют свои смартфоны. Хорошо, ты можешь получить доступ к телефону и настроить его по следующей ссылке. Пожалуйста, знай, что тебе нужно добавить в телефон соответствующие вопросы. Так как же часто ты меняешь свой смартфон? Или какие факторы влияют на твое решение сменить смартфон? Я все понимаю, все в порядке. Я думаю, что это просто удобный способ создать эту форму для тебя, чтобы ты мог провести свой опрос, но в ней ничего такого нет. Давай посмотрим, наверное, мне нужно войти в систему. Я должен зарегистрироваться первым номером. Хорошо. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Мне следовало бы добавить сюда какой-нибудь символ, специальный символ. Давай-ка посмотрим. Импортирована частота обновления смартфона. Все в порядке, отлично. Это наше рабочее пространство и да, я думаю, что оно удовлетворяет простому запросу на создание формы с добавлением только заголовка. О да, я думаю, что оно делает здесь больше, чем мы ожидали. На самом деле у нас здесь уже подготовлено довольно много вопросов. Добро пожаловать на опрос по обновлению смартфонов, который проводится с периодичностью. И вы можете ознакомиться с началом опроса здесь. Он уже создан для этой формы, и у нас действительно уже подготовлено несколько вопросов. Какова текущая операционная система вашего смартфона? А теперь скажите, как часто вы обновляете свой смартфон? К тому же у нас есть несколько вариантов выбора. Сколько ты обычно тратишь на новый смартфон? А что является самым важным фактором при обновлении твоего смартфона? Очень классный, очень внимательный, очень тщательный и всесторонний дизайн вопросов для опроса. Это очень хорошо. Хорошо, так что этот вариант определенно повышает эффективность работы. Итак, здесь мы видим, что вы можете редактировать, интегрировать и делиться ими, а также просматривать результаты и анализировать их, я полагаю. Так что это действительно очень полезно. Так что давайте посмотрим, сможем ли мы отредактировать эту форму здесь. Мне нужен более короткий список вопросов. Ты можешь довести его до пяти. Не могли бы мы отредактировать его здесь? Давай-ка взглянем на него. Так что похоже это не даст тебе возможности провести анализ здесь. Это достаточно хорошо для того, чтобы мы могли создать форму, в которой будут заданы и заполнены все эти вопросы. На самом деле мы можем увеличить список до пяти человек. Но я считаю, что эту работу выполняет четвертый отдел общей практики. Я не уверен, что его можно обновить до такой формы на веб-сайте eFilms. Не могли бы вы обновить новый список в соответствии с дизайном фильма и создать его до этого в форме «Ура». Давай посмотрим. Извини за возникшую путаницу. Опубликуй бланки формуляров. Да. Похоже, что он не в состоянии этого сделать. Может быть, самый лучший способ – это просто создать что-то новое. Но в любом случае этого вполне достаточно. Это определенно повышает эффективность создания и дизайна формы, а затем обмена ею с помощью этой простой и легкодоступной платформы. Это очень круто. Я думаю, это может быть очень полезно некоторым людям. Должен сказать, что эта книга действительно полезна. Давай перейдем к следующей. Спроси своего друга в формате PDF. Раскрой все возможности своих PDF-файлов, погрузись в свои документы, найди ответы и получи информацию прямо у себя под рукой. Давай установим это приложение и все будет хорошо. PDF-файл. Поскольку здесь нет возможности что-либо загрузить, я думаю, что ссылка на URL-адрес – это единственный способ предоставить это в формате PDF. Так вот, у меня действительно есть вопрос к платформе, которая ранее называлась Facebook. Это любой результат, полученный в первом квартале 2023 года. Давай сделаем вот что. Вот это летний рисунок. Давай посмотрим, на что способен этот плагин. Хорошо, URL-адрес выполняет функцию параметра, которая имеет значение. Это произошло очень быстро, и мы получили большое количество возвращенной информации. Вот краткое изложение метаплатформы Q120 на три части, и оно называется стенограмма. Это очень круто. Рост сообщества продолжается. Три миллиарда человек ежедневно пользуются по крайней мере одним из наших приложений. Все в порядке, оно застряло. Оно застряло. Я не знаю, я не знаю почему. JPD, четыре года. На первой странице три миллиарда человек. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Давай вернемся сюда еще раз. Это три миллиарда долларов. Три миллиарда долларов. Да, более трех миллиардов человек ежедневно пользуются по крайней мере одним из наших приложений. Не так ли? Это находится на первой странице. Это правильная информация. Что же нам здесь делать? На ответ уходит слишком много времени. Давай нажмем кнопку прекратить генерирование. Еще раз подведем итоги. Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуй перезагрузить разговор. Думаю, все в порядке. Тогда давай начнем новый разговор. На самом деле я сталкиваюсь с этим уже в первый раз. Я думаю, что речь идет скорее о четверке ГБД, а не о плагине. Я не уверен, что именно приложение для iOS откроет только что запущенное мной приложение, которое привлекает слишком много трафика на сайт ГБД-фор. Вот оно и ломается. Вполне возможно, что так оно и есть. Хорошо, все хорошо. Мы можем видеть согласованность возвращенного сообщения второго поколения. Это круто. По сути, это одно и то же. Инвестиции в искусственный интеллект – это инвестиции в искусственный интеллект. Да, это правда. Материя постепенно переключает свое внимание на искусственный интеллект, все больше переключаясь на искусственный интеллект из метавселенной, как говорили люди. Конверсии на месте – это да, улучшение перспективы. Хорошо, с 29,5 до 32 миллиардов страниц на седьмой странице. Это хорошая цифра, которую нам стоит проверить. Вот и седьмая страница. Мы здесь что-нибудь видели? Да, это правильный номер. И я должен сказать, что это хорошее краткое изложение, потому что в нем прослеживаются эти ключевые сообщения с разных страниц. Да, и давай зададим еще несколько более конкретных вопросов. Говорил Ли Цукерберг, что он все больше внимания уделяет искусственному интеллекту, а затем метавселенной. Давай посмотрим. Хорошо, и так, в первый раз он передал URL адрес API и был создан идентификатор документа. Как мы можем видеть, здесь никакой ошибки нет. Так что после создания идентификатора документа, когда вы захотите еще раз проверить что-то в документе, он передает идентификатор документа в этот плагин и вместе-вместе с этим запросом. Так что ему не нужно переходить по этому URL-адресу и снова читать весь PDF-файл целиком. Он уже хранится там в каком-то виде памяти. Так что при следующем извлечении его будет легче извлечь. Хорошо, это не указывает на сдвиг в сторону искусственного интеллекта. Да, именно так и есть. Фокус на искусственном интеллекте, да, подчеркивает важную роль искусственного интеллекта в улучшении их продуктов и бизнеса. Да, это были рекомендации. Все в порядке, сетевая ошибка. Сегодня определенно что-то происходит с GPT-4. У нас есть обязательства перед метавселенной. Да, они все еще занимаются разработкой метавселенной, искусственный интеллект и метавселенная будут интегрированы, а также повысится организационная эффективность. Я не уверен, что буду использовать искусственный интеллект сегодня, и что этот вопрос будет обсуждаться в долгосрочной перспективе, чтобы подчеркнуть открывающиеся возможности. Да, да. Это скорее общее описание всей компании, и да, это определенно оставляет вам возможность сосредоточиться на некоторых важных целях. Но это не имеет прямого отношения к искусственный интеллект и метавселенная. Но здесь я думаю, что это хорошо сказано, хотя компания Мета больше фокусируется на искусственном интеллекте. Вполне возможно, что она не использует фразу о том, что она больше смещается в сторону искусственного интеллекта в своем ядре NES. Они собираются сосредоточиться и на том, и на другом, и в этом определенно есть смысл. И я думаю, что это показывает нам ту глубину, в которую может погрузиться плагин, а также возможность подведения итогов. Он очень точен, просматривает все эти разные страницы и выделяет важные сегменты. Так что это может быть очень полезно, и мы вполне можем перейти к следующему разделу. Играй в крестики-нолики. Хорошо. Я не собираюсь читать описание игры. Давай начнем игру. Конечно же, давай поиграем в крестики-нолики. Прежде чем мы начнем, не мог бы ты, пожалуйста, указать размер мяча, на котором мы хотели бы сыграть три раза по три или на других, а также уровень сложности? Хорошо, я выберу самый простой вариант, потому что это демонстрация три раза по три уровня, первый уровень приближается или уровень сложности следующий. Два параметра. Да, доска уже создана. Теперь настала моя очередь. Так оно и есть. О, пожалуйста, выбери число от одного до девяти для своего хода. Я не могу начать с первого места. Ладно, не бери в голову. Давай вчетвером. Ладно, не бери в голову. Следующим номером будет 5 и 1. Хорошо, я думаю, что это первый уровень. Если мы выберем пятерых, то победим. Да, тогда, думаю, на этот раз никто не выиграет. Для доски размером 3х3 на первом уровне сложности, мне кажется, что на раздумье уходит слишком много времени. Может быть, просто общение занимает слишком много времени. Да, на этот раз никто не выиграет. А теперь настала твоя очередь. Да, я думаю, мы все можем видеть, что на этот раз никто не выиграет. Да, мне следовало бы поставить цифру 5 на первое место. Я думаю, что это дает мне больше шансов на победу. Но в любом случае, да, вот и все. Это очень простая игра в крестике-нолике. Да, это такая же текстовая игра, как и все другие игры. Точно так же, как и в других типах игр, я должен сказать обо всех плагинах Jetct. Да, это определенно та игра, в которую вы можете играть с текстом плана или каким-нибудь искусством Эзик. Это круто. В ближайшее время у нас появится искусственный интеллект для этого. Я полагаю, что существует такой веб-сайт, на котором рассказывается обо всех различных видах искусственного интеллекта, которые вы можете использовать для различных задач. Найдите подходящие инструменты искусственного интеллекта для любого варианта использования в крупнейшей в мире базе данных инструментов искусственного интеллекта. Этот инструмент может быть очень полезен, и магазин плагинов ЧП определенно является идеальным местом для этого. Да. Давайте начнем с того, сколько плагинов имеется в вашей базе данных. Я прошу вас подключить его к интернету. Давай же. Так, вот там говорится, что для этого плагина существует искусственный интеллект, но он не предоставляет информации о количестве плагинов в этой базе данных. Но если у тебя есть на примете конкретный вариант использования, это может помочь мне найти второй искусственный интеллект для использования этого плагина. Назовите несколько полезных плагинов, связанных с инвестициями. Хорошо, он срабатывает довольно быстро. Успокойся, какая у тебя фигура. Скоро появится приложение для торговли картофелем. У нас есть название, у нас есть задача, у нас есть URL-адрес, у нас есть пример использования. Все в порядке. Давай рассмотрим довольно много примеров. По-моему, это либо семантическая база данных, которая соответствует нашему запросу и приведенному здесь варианту использования. Или, может быть, это база данных, которая классифицирована по определенным темам, а затем есть конкретные темы, которые вы можете выбрать, чтобы установить нам фильтры. И, возможно, Ха будет достаточно умен, чтобы создать эту фразу для подключения здесь в качестве запроса указано описание, предоставленное к модели, написанное разработчиками. Может быть и так, и эдак. Таким образом, нам вернули 10 возвращенных предметов. Все это выглядит как действительные плагины, связанные с инвестициями, и пилотные проекты портфолио. Я прекрасно это помню. А что же еще? Остальные плагины для меня в новинку. К тому же у нас есть связи, которые нас связывают. Я полагаю, что это наводит нас на мысль о том, что для этого веб-сайта существует искусственный интеллект. Все правильно. Вот мы и на месте. Да, да, да. Здесь мы можем ознакомиться с дальнейшим описанием и некоторыми сопутствующими предметами. Да, это здорово работает. А как насчет того, чтобы заняться путешествиями? Давай попробуем еще один вариант. Там было написано канал? Так оно и есть. Да. Я думаю, что на самом деле их может быть больше десяти. Но может быть десять, это просто возвращаемое число по умолчанию. Хорошо, я думаю, что это сработает, и вам будут возвращены соответствующие фотографии, но у нас здесь их всего шесть, что довольно странно, потому что у нас здесь их десять. Специалист по планированию поездок, обратитесь к консультанту по путешествиям ЭЭВ и ГПТ. О, да, у нас здесь есть ссылки, но мы также можем перейти по этим ссылкам, чтобы получить доступ ко всем этим десяти возвращенным товарам. И еще у нас здесь есть 10 возвращенных товаров. Так что, похоже, по умолчанию используется цифра 10. Окей, круто. Можно мне узнать больше о плагинах для путешествия и с для путешествий. А может быть мне следовало бы спросить именно так, не так ли? Что касается плагина, связанного с инвестициями, то мне не следовало спрашивать об этом плагине. Я должен был спросить, я должен был спросить об искусственном интеллекте, не так ли? Потому что для этого существует искусственный интеллект. Это не обязательно должен быть подключаемый модуль. Так что, да, действительно, у вас может быть больше возможности искусственного интеллекта для путешествий по запросу на поездку. Это хорошо. Их определенно больше десяти. Так что это хорошая база данных, если вы хотите использовать искусственный интеллект для чего-либо, это было бы хорошим началом. Вот и все наше путешествие, в котором представлены предложения по проживанию и активностям, обеспечивающие увлекательное и удобное путешествие. Давай установим приложение. Хорошо, это связано с путешествиями. Мы часто видели все это в магазине плагинов. Давай-ка посмотрим. А что именно может делать этот плагин? Наш плагин для путешествий – это помощник в путешествиях, предназначенный для предоставления рекомендаций по путешествиям. Он может помочь с различными запросами, связанными с путешествиями, включая рекомендации по входу в систему. Да, это действительно рекомендации. Всевозможные рекомендации, связанные с путешествиями. Да, но их всего два. Я думаю, что эта рекомендация касается жилья, в которой рекомендуются отели для вас и мероприятия для вас. Но она не собирается рекомендовать места, куда вы можете пойти пообедать и поужинать, и независимо от того, находитесь ли вы, вы отправляясь в путешествия на тележках, поездах или самолетах. Так что речь идет всего лишь о развлечениях и ночлеге. Так что предположим, что послезавтра я захочу посетить Нью-Йорк. Я хочу посетить Таймс-сквер и Бруклинский мост, соответственно, в течение тех двух дней, которые я пробуду в Нью-Йорке. Так что давай посмотрим, не даст ли нам это какой-нибудь полезной информации. Хорошо, краткое описание поездки по Нью-Йорку и пункт назначения – это город Нью-Йорк и время регистрации на рейс. Да, это произойдет послезавтра. Пришло время выезда из отеля. Да, я сказал, что через два дня. Да, в этом есть смысл. У нас там впереди еще две ночи. Хорошо. Да, довольно быстро. Да, я не говорил ни о каких других людях, так что комната с одной спальней будет вполне подходящей. Хорошо, у меня есть для тебя два варианта жилья в Нью-Йорке. Это довольно небольшое число вариантов. У нас всего два варианта. Хорошо. Хорошо. Ведь это популярные места, не так ли? Это Таймс-сквер и Бруклинский мост, и только два предмета были возвращены. Это меня очень удивило. Да, по-моему, это элитные отели класса люкс. Ну, конечно же, конечно же. Цена составляет более тысячи долларов, а кроме того, у нас здесь в центре города тоже осенний сезон. Да, 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 хорошо. Сюда вернули ровно два предмета одежды. Вот варианты входа в систему. Оба этих варианта находятся в отличных местах и предлагают роскошную обстановку. Хорошо, я думаю, что этот плагин не предназначен для среднестатистических людей старше тысячи лет, и это нормально. Давай посмотрим помимо входа в систему. В нем также есть некоторые рекомендации по активностям. Какие виды деятельности вы рекомендуете для моего пребывания здесь? Я должен сказать и о других видах деятельности, потому что я посещаю только одно место каждый день в течение этих двух дней. Здесь достаточно места, чтобы насладиться и другими видами деятельности. Сходи в центральный парк. В этом есть смысл. Это недалеко от Таймс-сквер. А также сходи в музей. Да, именно так и есть. У нас есть карта прямо у центрального парка. Это бродвейское шоу «Ярмарка». Но при этом плагин не запускается. И да, я думаю, что на этот вопрос может ответить сама компания GBD4. Давайте предположим, что я использую этот плагин для предоставления рекомендаций. Давай посмотрим, насколько лучше мы можем это сделать. Если у нас получится. В ОК даны только рекомендации по размещению. Все в порядке. Хорошо, так что это рекомендации по активному времяпрепровождению. Плагин также может подсказывать, чем можно заняться в вашем пункте назначения, исходя из их интересов и предпочтений. Я предполагаю, что эта функция еще не реализована. Я думаю, что это заполнитель в файле манифеста. О нет, это файл спецификации-спецификации OpenAPI-spec. В этом API еще не реализована такая функция. Вот и все. Вот и все, что нужно для этого плагина, и мы собираемся просмотреть страницу со ссылкой, прежде чем перейти к следующему плагину. Хорошо, вот и наш веб-сайт. Он загружается. Правильно. Круто. Роскошный отель стоимостью более тысячи долларов за ночь. Все в порядке. Да, круто, я думаю, ты можешь просто забронировать номер здесь. Я точно не понимаю, почему на нем указана такая цена. Это Тайвань. Очень интересно. По умолчанию используется тайваньский доллар. Очень интересно. Хорошо, я думаю, ты действительно можешь забронировать номер здесь. Это круто. Все в порядке. Да, на этот раз все кончено. Вот и началось наше путешествие. Давай перейдем к нашему следующему плагину, который называется Polar или мне следует произносить Polar. Давай остановимся на Polar. Search Polar это огромный набор пользовательских фильтров, которые сделают ваши фотографии и видео идеальными. Это действительно интересно. Давай посмотрим. Да, что же предусмотрено в плагине и как я должен его использовать. Так вот, в нем рассказывается о фотографиях и видео, а также о некоторых фильтрах. Как же мне загрузить этот материал, чтобы ты мог применить к нему эти фильтры? Именно в этом и будет заключаться мой вопрос. Так вот, программа предназначена для того, чтобы найти идеальный фильтр, соответствующий твоим потребностям в редактировании фотографий или видео. Хорошо опиши свои потребности, получи предложение по фильтру и примени фильтр. Плагин предоставит текстовое описание и ссылку для предварительного просмотра предлагаемого фильтра. Затем мы сможем использовать эту информацию для применения фильтра в вашем программном обеспечении для редактирования фотографий или видео Polar. Хорошо, думаю, для того, чтобы им пользоваться. У меня должно быть программное обеспечение для редактирования фотографий или видео Polar. Так что да, давай попробуем это сделать. Опиши свои потребности и получи предложение на будущее. Да, допустим, моя семья отправилась в поездку в Нью-Йорк, и погода выглядит плохой, но мы хотим сделать несколько отличных фотографий для поездки, так какие же будут предложения. А какие фильтры? Какие фильтры появятся у нас на экране? Давай-ка посмотрим. Если ты не хочешь, чтобы этот фильтр усиливал естественную красоту изображения, создавая ощущение тепла и уюта. Да, в плохую погоду этот фильтр будет хорошим вариантом для применения. Фильтр за фильтром усиливает яркие цвета городских пейзажей морского простора в ночное время. Да, именно так, если у вас дождливый день, у нас плохая погода и небо темное, солнечного света не так уж много. Это похоже на побег из города ночью. В этом есть смысл, это усиливает освещение, все в порядке. И к тому же у нас есть четкость неба в целом. У нас есть хорошие рекомендации. Это действительно помогает мне понять, в чем я нуждаюсь. Улучшите фотографию, сделанную в пасмурный день в Нью-Йорке. Вы абсолютно правы. Это правильная подсказка. И я предполагаю, что на стороне API также происходит некоторое понимание естественного языка, потому что единственное, что мы предоставили API, это эта подсказка. Так что в подсказке должно быть что-то взято и понято, проанализировано и предоставлено нам с соответствующей обратной связью. И это довольно точная информация. Она может быть весьма полезной. Ты можешь перейти по ссылкам, чтобы просмотреть каждый фильтр. После того, как ты выбрал понравившийся тебе фильтр, ты можешь применить его в своем программном обеспечении для редактирования фотографий Polar. Поскольку у меня здесь нет такого программного обеспечения, давай просто перейдем по этой ссылке и посмотрим, что там есть. Такая дождливая ночь, да, используй это на видео. Давай посмотрим, как это можно использовать на фото. Дождливая ночь, дождливая ночь. Окей. Я вижу, что если я нажму и буду удерживать нажатой кнопку на фотографии, то будет применено будущее, и вот что мы получим от будущего. Вот видишь, сначала темное, а затем светлое. Классно. Эта штука определенно справится с плохой погодой. Вот эта штука близнецы любви и волшебства в Московском Американском университете. Давай посмотрим, применишь ли ты фильтр. Да, я думаю, что он обеспечивает большую четкость и детализацию изображения объекта, являющегося дерьмом. Хорошо, этот вариант может помочь, и давай рассмотрим еще один вариант. Да, небо определенно стало яснее вместе с другими объектами. Так что да, это дает тебе лучшее представление о будущем, не так ли? Вот это и есть оригинальная идея, а вот это будущая идея. Это круто. Вот эта идея могла бы быть очень полезной. Я думаю, что она действительно эффективна. Нам не потребовалось слишком много времени, чтобы ответить на сообщения, ответить на предложения, и фильтры действительно соответствуют нашим потребностям. Этот вариант такой хороший, что я должен сказать, что он действительно хорош. Давай перейдем к следующему варианту. Так что полярный фильтр – отличный вариант. В следующий раз у нас будет отличная оперативная информация. Так вот, здесь говорится, что набирайте идеально, чтобы каждый раз создавать идеальную оперативную информацию, и проверить ее работоспособность может быть немного сложно. Я собираюсь попробовать. Почему бы нам не спросить у него, как я могу проверить производительность этого плагина без фильтров? Мне действительно было приятно пообщаться с автором этого плагина в Твиттер. Так что это именно тот самый быстрый тест, который я хотел бы пройти. Мы можем следить за ним, если тебе интересно. Я бы сказал, за ним или за ней. Так что для того, чтобы проверить производительность плагина перефразирования, ты можешь выполнить следующие действия. Определи набор входных данных, а затем используй плагин и оценивай выходные данные. А затем измерь время и повтори этот процесс. Да, возможно, это не самый удачный способ. Мне кажется, я уже кое-что попробовал здесь сделать. Так что не включая плагин, я собираюсь попросить кое-что для примитивного GPT-for. А что бы это могло быть, давайте рассмотрим этот сценарий. Как могла бы выглядеть гарнитура Apple XR, и как будет выглядеть выступление команды Кука на восьмой странице. Так что давай посмотрим. Это относительно сложный запрос, требующий некоторых проекций и воображения. Хорошо, давай посмотрим. Так что основываясь на изображении рубинов, мы можем представить себе, как это могло бы выглядеть, и как генеральный директор Apple Тим Кук мог бы это представить. Хорошо, представьте себе, что эта сторона гарнитуры Apple XR представляет собой изящное и легкое устройство, сочетающее в себе лучшие из технологий виртуальной реальности AR. Хорошо, вот это да выглядит вполне прилично без этого идеального плагина с подсказками, и мы считаем, что Apple XR заявила, что это нечто большее, чем просто новый продукт. Это новый способ взглянуть на мир. Тогда нам не терпится посмотреть, что ты с этим сделаешь. Окей, отличная идея. Выглядит достаточно хорошо. В конце концов, за ней стоит GPT-4, но давайте посмотрим, как это сделает Prompt Perfect. Если я правильно помню, нет, давай проверим. Давай проверим. Как же мы должны использовать это перефразирование? Просто идеально. Набирай идеально, чтобы каждый раз создавать идеальную подсказку. Хорошо, все отлично. Давай сделаем вот что. Просто идеально. Давай посмотрим, будет ли какая-нибудь разница. Используя подсказку Perfect, да, это ключевое слово успешно запускает работу плагина. А как могла бы выглядеть гарнитура Apple XR? А теперь представьте себе речь Тима Кука, в которой он излагал эту идею. Это просто перефразировка. Это просто перефразировка. Хорошо. Мне очень жаль, но в данный момент, похоже, возникла техническая проблема с плагином для перефразирования. Тем не менее, я все равно могу помочь вам ответить на ваш вопрос. Нет, нет. Я не совсем понимаю, почему это происходит. Но давайте остановим это поколение и начнем новый чат. А затем перейдем к тому, чтобы включить функцию подсказка идеально подходит. Давай сделаем вот что. И поехали. Хорошо. Таким образом, единственное, что передается в API, это текст. Он перефразирован по-другому. Таким образом, он перефразирован следующим образом. Можете ли вы предоставить подробное описание потенциального дизайна и функций гарнитуры Apple XR? Кроме того, можете ли вы представить себе речь Тима Кука, с которой он мог бы выступить для продвижения этого продукта? Хорошо, да, это подробный перефразированный текст. И у нас есть несколько очень конкретных просьб попросить компанию GPT-4 предоставить подробное описание потенциального дизайна и функций. Так вот, у меня здесь их не было. Я просто сказал, что это могло бы быть, на что это могло бы быть похоже. Но дизайн и функциональные возможности – это более конкретный вопрос, и все это более организовано. Это прикладной способ запроса машины, так что я думаю, что это определенно проще для обработки GPT-4. И мы можем ожидать некоторых лучших результатов, если вы будете использовать его таким образом. Так что, конечно же, давайте начнем с потенциальной дизайнерской особенности гарнитуры Apple XR. Да, это изящная и современная машина, а затем у нас появятся многофункциональные дисплеи с высоким разрешением для подключения к интернету. А затем давайте представим себе выступление Тима Кирка с презентацией своего продукта. Хорошо, да, всем добрый день, бла-бла-бла. Да, 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 да. Мы считаем, что технологии должны обогащать нашу жизнь, а не усложнять ее. А с появлением гарнитуры Apple XR мы делаем еще один гигантский шаг навстречу золоту. Спасибо тебе. Все в порядке, все хорошо. Давай проведем небольшое сравнение. Вот прямо здесь. Хорошо, да, мы считаем, что это нечто большее, чем просто похвала, это новый подход к кинематографу, и нам не терпится посмотреть, что ты с этим сделаешь. Хорошо, да, у тебя есть дисплей с высоким разрешением. Хорошо, у тебя есть продвинутые сенсоры. Хорошо, я предполагаю, что этот случай недостаточно сложен, чтобы продемонстрировать мощь или производительность этого плагина. Но я думаю, что этот пример может быть действительно полезен для кого-то в некоторых случаях, когда проблема не очень хорошо описана. Вот видишь, эта фраза действительно перефразирована, и машине легче ее читать и обрабатывать. Это определенно может привести к изменению некоторых сценариев развития событий. Очень хорошая идея. Я думаю, что это хорошая идея по сравнению со всеми другими плагинами в магазине, которые предоставляют очень специфическую функциональность, доступную на текущих веб-сайтах или в приложениях, которые у нас есть. Но этот вопрос очень специфичен для чат-ботов. Да, этот вопрос может быть действительно полезен в некоторых случаях, но для тех, кто относительно прост, возможно, нет слишком большой разницы, насколько мы можем судить. А теперь у нас будет черепаха или черепаха. Давай остановимся на черепахе. Так что поищи идеальное транспортное средство для черепахи для своей следующей поездки. Хорошо, какова зона покрытия этого плагина? Да, он предоставляет тебе транспортные средства, но только оттуда. А также, как пользоваться этим плагином? Да, давай посмотрим. Хорошо, этот плагин предназначен для того, чтобы помочь пользователям найти ценные карты для сдачи в аренду. Хорошо, так что да, по всему миру. Хорошо, во многих странах мира есть много хороших карт. Хорошо, закодируйте геокодирование для поиска автомобилей по местоположению. Все в порядке. Хорошо, представь результаты. Круто, давай еще раз воспользуемся нашим примером. Мы приехали с семейным визитом в Нью-Йорк и хотели бы взять на прокат автомобиль для нашего инструмента. Все в порядке. О боже мой, семья должна быть достаточно умной. Я надеюсь, что так оно и есть в Нью-Йорке. Давай посмотрим, запустим ли мы его здесь. Хорошо, да, так как нас здесь пятеро, да, эта опечатка была прощена. Круто, было написано много пунктов, хорошо, хорошо, да, у нас есть много вариантов, у нас есть цены, хорошо. Здесь у нас также есть местоположение, в котором находится эта машина. Давай кликнем на одну из них наугад. Извини, что тебя заблокировали. Но хорошо, ты можешь отправить электронное письмо владельцу сайта, чтобы сообщить ему, что ты был заблокирован. Хорошо, 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 хорошо. Может быть, попробуем еще раз. Хорошо, вот тут у нас кое-что есть. Да, мы с Тойотой сказали, что я приезжаю в Нью-Йорк, а он находится на Ямайке. Хорошо, все по-честному, по-честному. Да, 50 баллов. Рейтинг в порядке, это недалеко от аэропорта Кеннеди. Хорошо, тогда я могу просто сесть за руль этой машины сразу же после того, как семья приземлится в Нью-Йорке, в аэропорту Кеннеди. Круто. Мы можем просто продолжать в том же духе. Уточни цифры и параметры. Я должен сказать, что да, этот вариант действительно классный. Ты можешь просмотреть все доступные варианты и забронировать понравившийся тебе автомобиль по этой ссылке. Давай посмотрим, будет ли составлен список всех этих возвращенных автомобилей. Похоже, что так оно и есть. А да. Вау. Этот результат выглядит как нулевой результат. Это напоминает мне те приложения для арендаторов квартир, которые снимают квартиры. Да. Круто, круто, круто. Вот это действительно полезно. Да. Так что я думаю, ты тоже можешь установить несколько фильтров. А есть ли на свете машина, которая стоит меньше 50 долларов в день? Давай-ка посмотрим. Могу ли я таким образом взаимодействовать с базой данных? Давай-ка взглянем на эти параметры. Ну что же, местоположение было указано в первый же день, а затем они были указаны в твоем местоположении, может быть, это местоположение в Нью-Йорке, да. И вот видишь, типы пилы, релевантность, направление пилы, да. Есть ли у нас здесь что-нибудь связанное с ценами? Нет, тот же набор параметров для отправки в API. Давай-ка посмотрим. А да-да. Возможно, вы пройдете 4 прохода по результатам возврата, а затем он покажет те товары, стоимость которых ниже 50 долларов. А затем ответит только этими товарами здесь, не так ли? Да. Это круто. Ты действительно можешь многое сделать с помощью этого плагина, связанного с автомобилем, связанного с заимствованием автомобилей, не так ли? Да, это полезно, действительно полезно. Так что он доступен во многих разных странах по всему миру. Таким образом, это делает эту платформу еще более полезной. Все в порядке. На этом все и закончится. Очень полезная информация, связанная с путешествиями. Или может быть, если вы не путешествуете, вы все равно можете одолжить карточки. Хорошо, так что же у нас есть? У нас есть наше путешествие, у нас есть Polar, у нас есть Prampt Perfect, у нас есть Tero или Taro. И вот, наконец-то, у нас появился этот единственный партнер по ключу. Займитесь поиском с помощью искусственного интеллекта. Поищите в интернете с помощью специальной поисковой системы KIMOT. Искусственный интеллект – это ваша поисковая система на базе искусственного интеллекта. Круто. Именно об этом все они говорили, когда впервые запустили ГП. Она собирается заменить традиционную поисковую систему. Но если у вас есть искусственный интеллект, то это уже новая поисковая система. Да, в любом случае, это поисковая система, и теперь Google запустила свой собственный искусственный интеллект с запретом и встроенным генеративным поиском в свое традиционное окно поиска. Так что да, возможно, в будущем это будет новый способ поиска. Давай попробуем это сделать. И я хотел бы задать тебе тот же самый вопрос. А как будет выглядеть гарнитура Apple, может быть гарнитура XR? А как называется операционная система ОССИС? Когда же она будет запущена? Давай попробуем собрать всю эту информацию, связанную с гарнитурой Apple в интернете. И еще один спойлер. Название операционной системы должно быть XR? Это взято из всех этих технических отчетов и публикаций в журнале Wall Street Journal. Мы уже знаем об этом по старым данным. Давай посмотрим, даст ли это нам самый свежий ответ на этот вопрос. На самом деле нет, не совсем так. Да, ходят слухи о МЭК, но это не самые последние новости, я полагаю, что РОСС, реалити-шоу, это какая-то старая информация. По этому поводу есть последние новости, но давай проверим это. Давай посмотрим. О боже мой, это очень длинное сообщение. Итак, у Apple XR есть дизайн декораций 2023 года. Да, у нас есть полный контент. Мне интересно, откуда это взялось. А у тебя это есть? Да, это интернет-магазин TomSgvi.com, и краткое описание находится здесь. У нас есть еще одна информация. Вот основная часть тегов, и я полагаю, что здесь у нас есть источник информации, а также кнет. Все основные технические веб-сайты. Хороший выбор. Газета New York Times, не так ли, и эта статья немного устарела еще в марте. Так что давай-ка взглянем вот на эту статью. Да. Хорошо, в ней трижды вызывается API-интерфейс. Вау. В первый раз он ищет нужный дизайн. Во второй раз он задает вопросы, связанные с операционной системой, а затем с датой запуска. Да, это очень организованный подход. Так вот ожидается, что устройство под названием Apple Glass будет иметь изящный дизайн с акцентом на то, чтобы быть легким и удобным для длительного использования. Да, высокое разрешение, продвинутые сенсоры, это хорошо. Это же операционная система. Да, я не уверен, что так оно и есть до сих пор. Что касается дня запуска, то по последней информации ожидается, что Apple XR выйдет на рынок во второй половине 2023 года. Да, это имеет смысл. Ожидается, что WG станет ожидаемым поводом для его пересмотра. Хорошо, это касается слухов о Mac и даткомов Bloomberg. Давай перейдем к ним. Я хочу спросить, не могли бы вы проверить в других источниках самую свежую информацию о названии операционной системы? Давай посмотрим, сможет ли она ответить на эти последующие вопросы. А пока давай взглянем на ссылку, которую она предоставила. Так что 19 мая эта модель от Macromerose, хороший выбор для ознакомления с материалами, связанными с Apple и DAO, но эта модель никак не связана с XR. Тогда какая же из них лучше? Да, вот она здесь. Круто, что это хороший выбор для цитирования этой статьи. Да, именно так. Хорошо, давай посмотрим. Согласно информации, которую я нашел, операционная система для гарнитуры Apple XR называется Realties. Информация взята из этого источника. Давай посмотрим, сможешь ли ты выяснить, почему некоторые люди говорят, что операционная система будет называться XROS. Давай возьмем это слово в кавычки. Это еще один дополнительный вопрос, на который нет однозначного ответа. Для этого вам придется поискать в самых разных местах и сформулировать ответ. Да, именно так и сказала расширенная реальность. Да, скорее всего, это умозрительное название, основанное на соглашении Apple об именовании. Да. Официально это еще не подтверждено. Да, это справедливо, справедливо, определенно справедливо. Но я думаю, что в наши дни это скорее распространенное предположение об этой части их системы, по крайней мере в Твиттере. Но у нее нет доступа к Твиттеру, я думаю. Ты такой справедливый. XR, а у тебя это есть? Нет. Нет, только не здесь. Так что мне интересно, откуда это взялось. Давай еще раз посмотрим, есть ли сайты, на которых ходят слухи о Mac, и все они исходят от MacRow, что является хорошим выбором, который является хорошим выбором. Хорошо, вот этот сайт, это один из ключевых партнеров. Займись поиском с помощью искусственного интеллекта. Да, раньше, если ты выполнял традиционный поиск, тебе нужно было вводить эти ключевые слова, не так ли? Тебе нужно разбить свое предложение на несколько ключевых слов. Я говорю о пространстве для дизайна гарнитуры Apple XR, пространстве для дня запуска, пространстве для названия операционной системы. Это традиционный способ поиска, но с помощью искусственного интеллекта вы действительно можете осуществлять поиск семантическим способом, что более естественно. Вы можете структурировать и организовывать информацию вместе в предложение, а при понимании и сопоставлении естественного языка. У вас будет более релевантный результат и естественный язык, модуль обработки данных, расположенный там же, может систематизировать всю информацию о возвращенных товарах. Собранную всеми этими бухгалтерами из разных отрывков, и вам будет предоставлен краткий ответ вместо всех этих ссылок, по которым вы должны перейти и прочитать его самостоятельно. Так что это определенно новый этап поисков. Я так думаю. Во многих случаях это повысит эффективность, но иногда вы теряете точность, вы теряете, возможно вы теряете актуальность в некоторых случаях, если область действительно узкая. И только несколько человек понимают это, и в модели понимания естественного языка нет учебного материала, так что в этом случае он может работать не так уж хорошо. Конвертируйте валюту в другую валюту. Конвертируйте валюту на основе курсов в реальном времени. Круто. Здесь написано в режиме реального времени, но я не уверен, есть ли у него какие-либо исторические данные для нас. Так чему же будут равняться 10 долларов США в пересчете на британские фунты стерлингов? Давайте посмотрим, что будет с долларами США в британских фунтах стерлингов. Сумма в 10 долларов правильно пересчитана, хорошо, да, все просто. А как насчет японской иены? Доллар США в японскую иену, да, выглядит справедливо, и есть ли у вас исторические данные? Давай выясним, когда курс доллара США выше одного доллара США составляет примерно 1 евро евро. Давай посмотрим. Речь идет не об одном евро. Да. Пожалуйста, обратите внимание, что обменный курс постоянно колеблется. Да, я не верю, что в нем есть исторические данные. Назовите мне самый последний курс доллара США за один год. Давай посмотрим, я что-то не вижу нескольких вариантов указания даты здесь или диапазона дат здесь. Так что, боюсь, у него есть только скорость передачи данных в реальном времени. Да, да, база данных обменных курсов в реальном времени в качестве плагина. Хорошо, все достаточно просто и прямолинейно. Давайте перейдем к следующему шагу. Далее нам тоже предстоит пройтись по магазинам. Нет уж. Ваш компаньон посредством массовой информации и развлечениям получит рекомендации по телевизору, фильмам, книгам и подкастам. Хорошо, хорошо, хорошо. Рекомендации посредством массовой информации, рекомендации по развлечениям. Назовите несколько хороших фильмов за последнее время. Расскажите мне в общих чертах о специалисте широкого профиля. Допустим, моя девушка увлекается боевиками, так что также дайте мне список того, что нужно для этого типа фильмов. Давай-ка посмотрим. Итак, у нас к тебе есть две просьбы. Так что же, будет два звонка? Да. Фильмы – это общие фильмы, а второй – это тоже фильмы с теми же параметрами ввода. Все в порядке. Я не уверен, что мы получим то же самое в ответ. Да, это общий список рекомендаций по фильмам. В последнее время в моде стражи порядка, не так ли, материнские подземелья и куртки, человек-муравей да боевики Джон Уик? Да, определенно. Я думаю, что сюда вернулось больше фильмов, чем было обещано. Давай посмотрим, что же у нас есть. Человек-муравей, стражи, Джон Уик, дробовик, призрак, похоже, это и есть Тор. Похоже, что это действительно боевики, не так ли? Обращаюсь ко второму запросу. О, правильно, 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 это не тот же самый параметр. У нас здесь есть генерал. Так что речь идет именно о боевиках, а именно о фильме общего характера, так что это два разных звонка с разными параметрами. Все очень хорошо. Давай-ка взглянем на них. Какие еще виды развлечений и другие ресурсы ты можешь порекомендовать? Книги, подкасты, музыка, документальные фильмы, аниме, детские шоу и фильмы. Давай предположим, что в наши дни мои дети увлекаются исследованием космоса. Что бы ты хотел мне посоветовать? Давай посмотрим. Я не уверен, обеспечит ли это развлечение, связанное с космосом, или нет. В развлекательных образовательных ресурсах различного типа нет необходимости. Это будет хорошо. Так что ладно, хорошо бы снять научно-фантастический фильм, анимационный фильм, еще один научно-фантастический документальный фильм. Да, снова фильм. Хорошо. Хорошо, а есть ли какие-нибудь телешоу, посвященные этим другим видам развлечений, не так ли? Я хотел бы найти рекомендацию, которая как раз подходила бы тебе и твоей семье. Если ты расскажешь мне побольше о том, что тебе нравится, я смогу показать тебе еще больше рекомендаций. Я могу помочь с любыми твоими запросами на потоковое вещание. Хорошо, хорошо. А как насчет книг? Давай посмотрим. В общем, это похоже на тот же запрос, что и для фильмов, не так ли? Я занимаюсь торговлей книгами, генерирующими доход. О, но с другой функцией. Да. Так что это вызов функции книги для полуавтоматических параметров. В этом есть смысл. Да, это научно-фантастические книги, связанные с космосом. Круто. Назовите несколько рекомендаций пожилым людям, интересующимся домашними животными. Давай-ка посмотрим. Ты определенно можешь угодить разным целевым аудиториям. Давай-ка посмотрим книги. Хорошо, так что я предполагаю, что в нем есть разные функции для разных видов развлечений, и с помощью этой функции, если отнести его к определенному жанру, ты сможешь найти соответствующие ресурсы. Да, хорошо, очень хорошо, очень хорошо, все в порядке. Но до сих пор мы тестировали только в общих чертах, не так ли? А как же насчет этого? Давай посмотрим. Покажи мне список самых рейтинговых фильмов о Брюсе Ли. А можно нам поискать их таким образом? Да, название фильма Брюс Ли. Выбирайте фильмы с таким названием, правильно. Я знаю, что не уверен, есть ли в каждом названии фильмы с озвучкой Брюса Ли. А что же мы здесь имеем? Юные сердца, разве это не романтично? Хорошо, 2019-2020 годы, это хорошо, эй, мы ведь говорим не об одном и том же Брюсе Ли, не так ли? О, мы должны войти в драконий кулак ярости, не так ли? Так что же это такое? Фильм снимается в 2020-19 годах, так что у нас есть у пока дракон Вау, у нас есть кулак ярости, да, о, это для меня сюрприз. Я не совсем понимаю, почему он создает это ядро, и почему он может просто напрямую обращаться к API с этими параметрами. Я имею в виду, что это именно те названия фильмов, в которых играл Брюс Ли, так что здесь есть немного загадки, но вот к чему это может привести. Давай перейдем по ссылке. Итак, нам нужно войти в игру дракон. Хорошо, хорошая, классная, очень хорошая база данных развлекательных ресурсов и очень хороший плагин для изучения того, чего ты хочешь. Хорошо. На этом все. Аналогично, если ты понятия не имеешь во что играть, на что смотреть, что смотреть, зайдите прямо к этому плагину и попросите рекомендации. Это может быть очень полезно. Так что следующим шагом у нас будет веб-пилотный проект. Давай же приступим к установке. Просматривайте данные веб-страницы в формате PDF и задавайте вопросы по контролю качества, создавайте статьи по одному или нескольким URL-адресам. Похоже, что мы должны предоставить этому плагину конкретные URL-адреса. Так что давайте запустим веб-пилотный проект. Давай посмотрим, как мне следует использовать этот плагин. Давай сначала рассмотрим, как он будет себя представлять. Давай-ка посмотрим. Это позволяет мне, как искусственному интеллекту, взаимодействовать с веб-страницей только в режиме реального времени. Хорошо, заходите на веб-страницы, чтобы извлекать информацию и представлять ее. Хорошо, так много форм веб-страниц взаимодействуют с динамическим контентом. Хорошо, укажите URL-адрес и сделайте запрос. Итак, здесь вам предстоит выполнить определенные действия с тем URL-адресом, который вы указали. Хорошо, да, этот пример тоже приведен здесь. Круто. Давай заглянем на эту страницу. Что ты видишь? А вот это что такое? Это то самое, которое мы только что открыли. Скажи мне, что ты видишь в этом URL-адресе. Хорошо. Зайди в телепередачу Дракон. Да, так что я думаю, что у нас здесь нет конкретного запроса, поэтому здесь задано значение запросы пользователя. Это очень общий вопрос. Скажи мне, что ты видишь в URL-адресе. Так что да, ты действительно можешь увидеть, что содержится в этом URL-адресе. И это дает нам краткое представление о содержимом, содержащемся там. О, это наводящие на размышления идеи, основанные на этом содержании. Вау, неплохой сервис, не так ли? Очень хорошо. Это выглядит хорошо, очень всеобъемлюще, и давайте посмотрим, давайте проверим его точность. Таким образом, у нас есть рейтинг 7,7 и рейтинг одобрения 92%. Так что же у нас есть? Да, у нас действительно есть эти цифры. Все правильно. И я также подготовил URL-адрес для оценки результатов обучения на метаплатформах. Как мы уже тестировали ранее, там есть еще один плагин. А как насчет этого плагина? Так вот, это расшифровка оценки Onion Score с сайта Мэтта, который ранее был на Facebook. Это последняя расшифровка оценки доходов, размещенная на его официальном веб-сайте. Да, хорошо, мы получили довольно много возвращенной информации. Итак, веб-страница, которую вы предоставили, представляет собой стенограмму результатов работы метаплатформ за один квартал 2023 года. И оценку нашей телефонной конференции правильно, да, дата указана правильно, и да, эти люди присутствовали правильно. Хорошо, в настоящее время у нас насчитывается 3 миллиарда человек, которые ежедневно пользуются по крайней мере одним из этих приложений. Да, это так и есть. Как мы можем видеть на самой первой странице этого документа. У нас есть достоверная информация, которая соответствует действительности. Хорошо, работа с искусственным интеллектом была выделена особо, не так ли? Есть несколько идей, заставляющих задуматься. Вот эта идея мне нравится. У тебя всегда есть вот эта штука. Она выходит за рамки предоставленной первоначальной информации. Она выходит за рамки краткого изложения. Так что путь развития искусственного интеллекта в будущем лежит именно по этому пути. Да, это определенно наводит на размышления. Нужно продолжать фокусироваться на метавселенной. Да, это не приведет к отказу от усилий по созданию метавселенной. У нас хорошие финансовые показатели и мы находимся в процессе реструктуризации. Да, все в порядке с существенной реструктуризацией. Да, да, я думаю, что мы сокращаем расходы на человеческий капитал. Да, о чем это может свидетельствовать в отношении устойчивости и адаптивности компании. Да, именно об этом должен подумать каждый инвестор. Это хорошее, очень наводящее на размышления направление мышления. Определенно так оно и есть. Да, вот это мне действительно нравится. Это определенно может очень помочь, когда ты захочешь интерпретировать определенную страницу. Классный веб-пилот, классный пилот. Я вижу, как это может быть очень полезно и полезно, когда ты просматриваешь интернет. И всякий раз, когда появляется много информации, которую тебе трудно переварить или отнимает много времени, попробуй воспользоваться вот этим. Хорошо, в следующем году у нас будет хаб-хаб, давайте установим местные рекомендации по рискам для здоровья и безопасности в отношении COVID-19, гриппа, РСВ и многого другого, кроме населения. Хорошо, отличная идея. Это может быть очень полезно. Давай посмотрим, каковы последние данные по уровню заражения COVID-19 в стране. Давайте посмотрим, как низкий код определяет местонахождение COVID-19 в США. Я думал, что в настоящее время этот район ограничен только нами, но здесь он является частным. Я прошу прощения за путаницу, но я могу предоставить только конкретные данные о рисках для здоровья и безопасности для конкретных мест, таких как город, штаты. Почтовые индексы хорошо в пределах Соединенных Штатов. Да, так что место, расположенное здесь, должно быть одним из подрайонов на территории Соединенных Штатов. Так что этот вариант не сработает. В ответе на него указан запрос на возврат. Так что давайте рассмотрим конкретные рекомендации. Вот данные о рекомендациях. Так что я не уверен, стоит ли это делать. Так что же это такое в Нью-Йорке? Давай так и поступим. Ладно, мне следовало бы переодеться. Да, это так. Все осталось по-прежнему, но изменилось только местоположение, город Нью-Йорк. У нас нет национального аудитора. Да, у нас кое-что есть. Статистика в порядке вещей. По оценкам, количество случаев подверженности риску, которые могут произойти в течение часа на публике, составляет 16. Хорошо, да, круто, 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 рискованно, рискованно, 16 случаев за час. Что касается рекомендаций по технике безопасности, то рекомендуется проводить операции лично. Хорошо, уровень безопасности, так как уровень безопасной занятости без дополнительной очистки воздуха, дезинфекции или вентиляции составляет 68%. Это очень подробная цифра. Хорошо, маски рекомендуется использовать везде, где это возможно. Никаких специальных диагностических тестов проводить не рекомендуется. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай зайдем на веб-сайт Хаба Хаб. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть всеобъемлющая сеть обеспечения безопасности в области здравоохранения для тебя и твоего сообщества. Все в порядке. Управляй своими рисками с помощью Хаба Хаба, моего Хаба Хаба. Все в порядке объединяет воедино все, что имеет значение для более безопасного сообщества, более безопасные слова. Хорошо, да, у нас здесь есть статистика, у нас здесь есть образовательный контент, и это круто. Да, это не коммерческая организация, а это правительственная организация. Я не совсем уверен, но она предоставляет очень полезную информацию, связанную с общественным здравоохранением, и я не могу предвидеть, что она может оказаться очень полезной. Хотя мы живем не в таком опасном мире, в котором уже несколько лет живут профессионалы, но если ты хочешь быть осторожным, это хорошая идея. Есть куда пойти. Хорошо, давай перейдем к следующему эпизоду. Хорошо, если вы хотите, чтобы программа для чтения ссылок читала содержимое всех видов ссылок, таких как веб-страницы, PDF, PowerPoint, изображения, Word и Erdox. Хорошо, вау, хорошо. Все виды ссылок доступны. Установи все в порядке. Давай начнем. Что у тебя здесь есть? Да, у нас есть вот это. Расскажи мне об этой ссылке. Итак, вот расшифровка последнего отчета о прибылях и убытках компании Meta. Давай посмотрим, давай посмотрим. Хорошо. Предоставленная ссылка представляет собой стенограмму с сайта MetaPlatforms, ранее Facebook, вопрос 120-23 о доходах, состоявшегося 26-23 апреля. Да, мы можем это запомнить. Вот эти цифры указаны правильно. Да, мы работаем над повышением эффективности работы. Необходимо изменить структуру обучения, выровнять структуру управления. Улучшите качество продукции и эффективность бизнеса. Сосредоточьтесь на метавселенной искусственного интеллекта. Правильно. Финансовые показатели. Да. Перспективы на будущее, реструктуризация и увольнение, перспективы доходов. Да, все правильно. Так почему бы нам не попробовать использовать какие-нибудь другие ссылки. Да, давай попробуем зайти на сайт yahoo.com, а как насчет этой ссылки. Приведенная ссылка ведет на домашнюю страницу Яку. Хорошо. Не мог бы ты рассказать мне, что ты видишь? Да, я не уточнял конкретно, что именно там содержится. Так что это говорит мне о метаданных этой ссылки, собственно говоря, этого веб-сайта. Но можем ли мы на самом деле это сделать? Это статья, очерк о признаках и симптомах ну-ну-ну-да, она динамична и часто меняется. Хорошо, давай посмотрим, давай посмотрим. Новостное видео Джеффа Безоса, репортаж о новостях компании Deadline IndieWire. А есть ли они у нас здесь на самом деле? Это будет немного непросто. Давай попробуем, давай попробуем подобрать нужные слова. Дело в том, что у нас здесь меньше информации, так что нам должно быть легче ее проверить. Расскажи мне о 10 лучших новостях, которые ты видишь в журнале Verge. Да, мне очень жаль, но похоже возникла проблема с извлечением конкретного контента с веб-страницы. Это повторяется еще раз. Предоставленная информация не включает в себя тематические новостные статьи с сайта The Verge. Позволь мне попробовать еще раз. Приношу свои извинения за доставленное неудобство. Хорошо, у нас снова возникла проблема, снова проблема. Я не совсем понимаю, в чем причина. Давай же попробуем еще раз посмотреть этот фильм с Брюсом Ли. Тогда что же ты здесь можешь найти? О, богатый лимит возможностей. Хорошо, так что давай поставим здесь его имя. У нас есть новая статья о Джеффе Безосе. Давай проверим сайт yahoo.com. А есть ли у нас Джефф Безос? Нет, я не могу найти Джеффа Безоса. Так что давай посмотрим, можем ли мы проверить что-нибудь еще. Давай-ка взглянем на выпуск новостей, связанный с онкологическими заболеваниями. А у нас это есть? Да, у нас это есть. Да, эти две информации, это те самые две информации, которые мы здесь видели, не так ли? Раз и два, а также Джефф Безос, я точно не знаю, где они находятся. Есть ли там что-нибудь, на что я должен нажать, чтобы показать это? А давай посмотрим, Квентин Тарантино, есть ли у тебя это здесь? Хорошо, мне кажется, что я не могу найти это здесь. А не может ли это быть там глубоко внизу? Нет, ничего не найдено. Это немного странно, это немного странно, и я немного удивлен, что было возвращено только 4 товара, учитывая, что на этом веб-сайте в yahoo.com так много товаров, так много новостных статей. Я думаю, что у него не очень хорошая производительность, особенно когда ему не удается извлечь информацию из слова .com, а этот вариант да. Он немного незрелый и требует дальнейшего совершенствования. Читай по ссылкам. Хорошо, давай подведем небольшой итог нашей сегодняшней деятельности. О, похоже, что я не могу получить доступ к четвертому ГБД. Я даже не могу кликнуть на него, но да, давай вернемся к нашему разговору еще раз. У нас здесь есть конвертер валют, который преобразует любой вид керосина в другой с помощью данных в режиме реального времени. У тебя нет таких исторических данных, как у меня здесь. А кроме того, у нас есть платформа рекомендаций по развлечениям, которая называется аналогично. У тебя есть фильмы, телешоу, книги и, возможно, какие-то другие ресурсы, из которых ты можешь выбрать, и ты сможешь найти то, что тебе нравится, с помощью плагина на естественном языке. А еще у нас есть пилотный веб-проект. Вот этот проект, да, он разбирается в содержимом веб-сайта, разбирается в содержимом PDF-файлов, обеспечивает возможность настройки и, что еще лучше, содержит наводящие на размышления идеи, которые мне очень нравятся. А еще у нас здесь есть хаб-хаб, который предоставляет вам некоторую информацию об общественном здравоохранении, касающуюся определенных видов заболеваний и вирусов. Например, COVID-19 и некоторых других жидкостей. У него есть зоны покрытия в США, и он может предоставить вам информацию только о жестких зонах. Так что там нет никакой национальной статистики, но вы можете поискать штаты, города и районы с почтовыми индексами. И, наконец, у нас есть программа для чтения ссылок, которая может сделать что-то вроде доступа к содержимому в формате PDF. Но в этих двух попытках, когда мы хотим получить информацию с веб-сайта по URL-адресу, она действует совсем не так, как мы ожидали. Была предоставлена некоторая информация, которая соответствует тому, что мы видели на веб-сайте, но некоторые источники я действительно не могу найти. А что касается другой команды, с которой мы хотим связаться в даткоме Verge, то она не может получить никакой информации обратно. Давайте проведем тестирование. Вот и наступил наш завтрашний день. По-моему, хорошая погода. Я занимаюсь прогнозированием, планированием и адаптацией к прогнозу погоды с помощью контекстуализированной информации, полученной в чате. Давай установим это приложение и посмотрим, чем оно отличается от предыдущего, которое мы тестировали на основе данных метеосводок. Хорошо, заходи в интерфейс чата. Расскажи мне о погодных условиях через 5 дней. Я еду со своей семьей в Нью-Йорк, чтобы осмотреть достопримечательности и назови несколько хороших рекомендаций с учетом прогноза погоды. Вот такое контекстуализированное взаимодействие на основе чата. Посмотрим, сможет ли оно предоставить некоторую информацию о пользователе при данном конкретном сценарии семейного путешествия. Давай-ка взглянем на него. Какой будет погода в Нью-Йорке через 5 дней? Вот наш вопрос, размещенный в API-интерфейсе. Хорошо, в ответе говорится, что проблема неизвестна, временная проблема. Так что мне очень жаль, но похоже возникла временная проблема с получением информации о погоде. Давай попробуем сделать это еще раз. Давай посмотрим, сможем ли мы получить прогноз погоды в Нью-Йорке через 5 дней. Так что мы сделаем еще один звонок и получим те же результаты. Хорошо, да. Итак, компания GPT-4 решила, что не будет продолжать делать еще один звонок. Вместо этого она использует общие знания, полученные из всех тех учебных данных, с которыми была обучена компания GPT-4. И использует некоторые знания здравого смысла относительно погоды в Нью-Йорке. А еще там есть несколько рекомендаций по осмотру достопримечательностей. Так что в заключение хочу сказать, что этот плагин прямо сейчас не работает. Это произойдет завтра. Это и Evader. Все в порядке. Так о чем же это нам говорит? Это говорит нам о том, что несмотря на то, что в магазине плагинов доступно множество плагинов, все 16 страниц содержат по 8 элементов на странице. Хотя это и правда, у нас не все плагины доступны для использования прямо сейчас. Должен сказать, что некоторые из них являются незрелыми и даже непригодными для использования. Вот такая штука мне нравится. Тогда давай попробуем следующую. Веди дневник принятия решений. Стань лучшим специалистом по принятию решений, отслеживая свои решения и анализируя, как они реализуются. Так что это похоже на приложение типа записной книжки. И после нажатия на кнопку «Установить» я попадаю на эту страницу входа в систему. А давай попробуем войти в систему, не так ли? Хорошо, так что веди дневник принятия решений, проверь свою электронную почту. Мы отправим электронное письмо на адрес электронной почты migmile.com. Хорошо, я проверю, есть ли на моем телефоне приложение Gmail. И да, у меня действительно есть электронное письмо, отправленное из журнала принятия решений, в котором говорится «Войдите в журнал принятия решений». Хорошо, если я нажму на эту кнопку, то попаду на страницу браузера, где был размещен веб-сайт журнала принятия решений. Но что-то не похоже, чтобы на этом сайте был получен ответ на мой вход в систему. Так вот эта страница в веб-браузере здесь на моем компьютере не отвечает после моего входа в систему и не возвращается в чат ГПТ. Так что мне приходится делать это вручную. И просто для протокола я могу получить доступ к приложению журнал принятия решений на своем телефоне. Так вот этот плагин не включен. Ни один из них не установлен. Хорошо, я предполагаю, что это ошибка, временная ошибка при установке журнала принятия решений. Хорошо, этот плагин тоже не работает, и я сохраняю эти кадры, чтобы все знали, что не каждый плагин, который вы видите, можно использовать. Так что давай перейдем к следующему, игровой базе. Так что общайся в чате и получай информацию об игре база данных, основана на последней игровой информации за 2023 год. Поддерживает несколько платформ. Хорошо, это еще одна база данных для поиска информации, похожая на плагин. И эта база данных хороша для геймеров. Давай задавай вопросы. Так какие же игры стали самыми популярными в последнее время? Назови мне список из десяти лучших игр. А также назови мне список из десяти лучших экшн игр за последние пять лет. Давай-ка посмотрим. Один общий запрос касается самых популярных игр, и еще один запрос касается популярных экшн игр. Так что мне очень жаль, но похоже в последнее время возникла проблема с поиском самых популярных игр. Давай попробуем составить список десяти лучших экшн игр за последние пять лет. Итак, здесь у нас есть порядок заказа, даты редактирования и функции, использующие игру с запросами. Хорошо, возвращаемая информация об игре была пустой. Давай взглянем на нее. О, на самом деле нам кое-что вернули. У нас есть общий настрой на действия, у нас есть набор заказов на метакритику. Вот это оценка за чтение, а затем у нас есть даты. О да, это было за последние пять лет. Все правильно. Так что да, у нас есть метакредитный рейтинг, у нас есть первое место, у нас есть идентификатор, у нас есть имя, у нас есть пуля, а затем у нас есть описание. Смотри также Red Dead Redemption. Да, определенно, это больше похоже на РПГ, чем на экшн игру, должен сказать. Думаю, это можно назвать арпк игрой. Так что у нас также есть веб-сайт, и да, у нас есть платформы, доступные на ПК и PS4. Да, у нас также есть соответствующие даты выхода игры. Давай взглянем на них. Настоящий приключенческий боевик в этом жанре. Хорошо, у нас есть теги. А что у нас еще есть? У нас есть издатели, у нас есть разработчики. Классные игры от Rockstar Games. Да, все правильно. Это кольцо Элдина. Да. Оно появилось совсем недавно. А давай-ка взглянем на него. Мы же просили попасть в первую десятку, не так ли? И вот тут у нас в списке значится 5 человек. Я не совсем понимаю, почему здесь представлено всего 5 сайтов со ссылками, а для тех сайтов, на которые мы ссылаемся, здесь представлены только 3 сайта. И все они взяты из разных источников, как мы можем видеть здесь. Один из них от Bandynamicom и один от PlayStation. Еще один от PlayStation, последний из нас. Это так здорово. Я должен сказать, что это хорошие экшны игры, которые достойны того, чтобы их рекомендовать. Все в порядке, это круто. Давай посмотрим, сможем ли мы получить еще какие-нибудь запросы по более конкретным запросам. Расскажи мне о последней версии игр про Человека-паука на платформах PlayStation. Давай попросим рассказать о последних трех последних версиях игр про Человека-паука на платформах PlayStation. Хорошо, эта версия должна быть достаточно конкретной, чтобы вызвать дополнительные фильтры, если таковые имеются, не так ли? Хорошо, да, хорошо. Она делает все, что в ее силах. Да, плагин сработал. Запроси Человека-паука. Платформа в порядке. Круто. Я предполагаю, что это все идентификационные номера, представляющие игровую приставку PlayStation. Может быть, это PS12345. Я не совсем уверен, что это за остальные номера. О, это может быть портативная игровая приставка PlayStation Portable или PS Vita. Да, это портативная версия PlayStation. Круто. Да, я думаю, что мы кое-что вернули. Мне очень жаль, но, похоже, возникла проблема с данными только об одной игре про Человека-паука, выпущенной после 2001 года на платформах PlayStation. Хорошо, в 2002 году это единственная игра. Я не совсем уверен. Хорошо, платформа Xbox, PlayStation 2, PC, GameCube. Хорошо, Game Boy Advanced это продвинутая игра. Да, я не думаю, что это правда, потому что у нас есть несколько последних игр Человеке-пауке, доступных, по-моему, для PS4 и PS5. Да, так что это хорошая база данных, с которой вы можете взаимодействовать, использовать естественный язык. И я думаю, что рекомендации выглядят убедительно, но я не уверен, так ли это. Я думаю, что это обширная база данных с актуальными данными, потому что у нас есть кольцо Элдина и бог войны, не так ли? Но почему-то в ней нет последних игр Человеке-пауке. Давай-ка посмотрим, а как насчет других платформ. Последняя версия игры должна быть на PS5, если я правильно помню. Так что да, я не уверен, то ли семантический поиск не работает на стороне API, то ли просто в базе данных нет такой информации для последней игры про Человека-паука. Так что я хотел бы сказать, что это всеобъемлющая база данных, но мне кажется, что она не настолько всеобъемлющая. Давай посмотрим на Человека-паука X из 223 выпуска. Хорошо, да, давай хоть раз перейдем по ссылке. Хорошо, Человек-паук X. Отзывов нет. Да. Человек-паук X. Хорошо, по-моему, там что-то не так с алгоритмом семантического сопоставления. Да, это совсем не то, что я ищу. Да, игры Паук-паук и Человек-паук могут быть играми с Человеком-пауком в названиях на всех платформах. О нет, это явно не справляется со своей задачей. Здесь написано Человек-паук, и каким-то образом это превращает все это в игру Человек-паук и Человек-паук, а также Человек-паук. Мальчик, хорошо. Да, я должен сказать, что над этим плагином определенно ведется еще кое-какая работа. Я действительно с нетерпением жду, когда этот плагин будет улучшен. Я должен сказать, что это очень хорошая идея. Но она еще не идеальна. Возможно, на данный момент было бы надежнее еще раз выполнить поиск с помощью Google. А может быть, ты сможешь найти его в своем Xbox, Steam или Epic, не так ли? Так что, тем не менее, да, этого стоит ожидать. Давай перейдем к следующей игре. План вполне подходит. Составь свой индивидуальный план тренировок и инструкции с видеозаписями. Тренер по тренировкам с использованием искусственного интеллекта. Планируй все правильно. Круто. С помощью видеозаписей. Мне интересно, откуда взялись эти видеозаписи. Но план вполне подходит. Все в порядке. Давай изложим все по сценарию, не так ли? Мой рост составляет 180 сантиметров, а вес 80 килограммов. Я хочу за один месяц снова сбросить вес до 70 килограммов. Какие у тебя есть рекомендации по этому поводу? Давай посмотрим. Я надеюсь, что это поможет запустить плагин. Может быть, мне нужно быть более конкретным пользователем плагина «Хорошо», я не думаю, что это закончится использованием плагина. Хотя это и полезная информация, я должен сказать, что я не прошу тебя об этом раньше времени. Да, это так. Так что вопрос о текущем уровне физической подготовки – это вопрос к нам и к тому, где ты сейчас будешь работать. Хорошо, я скажу, что у меня сложный средний уровень физической подготовки, а затем я должен быть достаточно умен, чтобы знать свои ответы. Так что я спрашиваю прямо. Давай посмотрим. Это работает. Хорошо, да, плагин сработал. Итак, пол мужской, уровень физической подготовки третий, масса тела 80 грамм, правильно. Местонахождение дома. Да, все правильно. Итак, снова сообщение об ошибке. Все в порядке. Обязательный параметр этой части сообщения. Да, ты должен знать, что ГБД-4. Так вот, при отправке запроса в API-сервис этот параметр отсутствует. Так что приношу свои извинения за возникшую путаницу. Не могли бы вы, пожалуйста, указать, на каких частях мышц вы хотели бы сосредоточиться во время тренировки? Хорошо. И давай посмотрим. Что я могу сказать? Можно мне сказать все тело? Ну что же, я только что выбрал кардиотренировку. Хорошо, значит я худею, но не набираю лишних мышц. Как бы это ни было правильно. Занимайся кардиотренировками. Да. Круто. Так что ГПТ-4 достаточно умен, чтобы прочитать из ответного сообщения здесь, что часть является обязательным параметром. И я предполагаю, что эта часть должна быть указана в открытом документ со спецификацией API. Я не уверен, написано ли там об этом вообще. Если это там и написано, то ГПТ-4 должен быть достаточно умен, чтобы понять это и вставить необходимые детали и информацию в запрос. Но в любом случае в тот момент у него не получилось, и он смог интерпретировать возвращенное сообщение. Так что он запросил нужные детали. И на этот раз я полагаю, что у нас здесь есть включенные детали. Не так ли? Да, да. Фактический параметр дает нам полные результаты возврата. Все в порядке. Да, это тренировка, ориентированная на кардиотренировку, которую вы можете выполнять дома. Да, именно так и есть. Я работаю на велосипеде с откидным верхом, и у нас их 5 штук. Да, у нас есть соответствующие фотографии. Круто. Давай кликнем на одну из них. И да, помни, что последовательность – это ключ к достижению твоих целей по снижению веса. Все в порядке, круто. А также позаботься о том, чтобы ты придерживался сбалансированной диеты и достаточно отдыхал. Я считаю, что там должно быть видео, демонстрирующее, как я должен заниматься физическими упражнениями. Не так ли? Да, да. Скорее всего, в качестве подарка я должен использовать GIF-файл, а не видео. Да, но в любом случае, да, там есть инструкция, графическая инструкция, видеоинструкция, которые вы можете следовать при выполнении упражнений в соответствии с рекомендациями. Круто. И к тому же у тебя есть все эти дополнительные рекомендации. Это очень круто. Я думаю, что, судя по этой картинке, у нас есть приложение, подходящее и для этого растения. Это так здорово. Вот это действительно работает, ссылка работает, рекомендация работает, и да, это должен быть очень полезный тренер по искусственному интеллекту для занятий фитнесом, не так ли? Да. Хорошо. Вот это действительно полезно. А затем давай перейдем к следующему вопросу. Мы протестировали систему, основанную на игре и подходящую по плану, которая работает. Переходите на следующую страницу. Это радар для клинических испытаний. Так что ознакомьтесь с актуальной информацией о глобальных клинических испытаниях, организациях, болезнях и биомаркерах, как государственных, так и частных. Бла-бла-бла, хорошо, давай установим это приложение и попробуем с ним поработать. Итак, каковы же последние результаты испытаний вакцин против COVID-19? Давайте зададим себе этот вопрос, не так ли? Хотя этот вирус уже не так опасен, как несколько лет назад, но он по-прежнему вызывает беспокойство по крайней мере у определенного типа людей. Давай проверим это на практике. Ключевые слова вакцины против COVID-19 и текущий статус испытания завершены, пятый размер, сортировка, дата проверки записи и описание заказа. Хорошо, у нас есть пустая декларация. Мне очень жаль, но я не смог найти ни одного недавно завершенного клинического испытания вакцины против COVID-19. Статус клинических испытаний может часто меняться, так что вполне возможно, что в ближайшее время появятся новые результаты. Не хотели бы вы вместо этого узнать о текущих испытаниях вакцин против COVID-19? Это очень интересно. А какая конкретно вакцина или испытание проводится? Пожалуйста, предоставьте более подробную информацию. Да, это так. Да, в настоящее время продолжаются судебные разбирательства. Пожалуйста. Давай попробуем вот это. Хорошо, в этом случае текущий статус судебного разбирательства завершен и оно установлено в активное состояние. Прямо сейчас я не занимаюсь вербовкой персонала. Давай посмотрим. Хорошо, а не возвращай пустую декларацию. Никаких дальнейших действий не предпринимается. Статус клинического испытания может часто меняться. Хорошо, не хотели бы вы узнать о вакцинах против COVID-19, испытаниях и различных статусах, таких как набор на работу. Да, позволь мне попробовать вот это. Попробуй и то, и другое, и да. Давай попробуем и то, и другое. Для включения двух фильтров нужно сделать два звонка или сделать один звонок. Хорошо, я думаю, что он собирается сделать два звонка, не так ли? Хорошо, если ты перезвонишь и сделаешь еще один звонок. Давай посмотрим. Я записываюсь по приглашению. Давай посмотрим. Возможно, тебя заинтересует более конкретная вакцина или конкретная фаза испытания. Хорошо, мне очень жаль, но я не смог найти никаких текущих клинических испытаний вакцин против COVID-19. В настоящее время они проходят набор или зачисления по статусу имитации. Да, все в порядке. Я в этом не уверен. Обратите внимание на конкретную марку чека. Это компания Pfizer. О, я пропустил заклинание Pfizer, не так ли? О, нам действительно кое-что вернули. Все в порядке. Да, это достаточно умно, чтобы исправить мое написание слова Pfizer. Да, я думаю, тебе нужно быть более точным. Да, вот некоторые из последних результатов, связанных с вакцинами против COVID-19 с участием компании Pfizer. Все в порядке. А также соседних семейных врачей, которые помогают уменьшить нерешительность в отношении вакцинации. Хорошо, вот результаты последних клинических испытаний. Все в порядке, круто. На мой взгляд, это больше похоже на новейшую разработку. Давай перейдем к этому вопросу. Да, похоже, мне придется дождаться завершения работы над новым поколением. Давай посмотрим, давай посмотрим. Хорошо, я перешел по одной из ссылок. Давай посмотрим, что же это такое. Да, опрос Мадонны о вакцинации против COVID-19 у людей с высоким риском развития тяжелых симптомов COVID-19. Да, похоже, что это документальная статья. Да. Статус приема на работу отменен, принято деловое решение и опубликовано первое сообщение, последнее сообщение обновлено. О, круто. Неужели они взяты из одной и той же базы данных? Мне вот что интересно. Давай заглянем в другую базу данных. Да, да. Так что, похоже, все они взяты с одного и того же веб-сайта. Можем ли мы проверить это здесь? Может быть, все обстоит немного сложнее. Хорошо, давай перейдем к другому вопросу. О, да, у нас здесь на веб-сайте есть соответствующие фотографии. Все это взято с сайта clinicaltrials.gov.com. Да, и это достаточно официально. Так что нам вернули 5 товаров и у нас есть 5 ссылок. Приятно это знать. Все в порядке, отлично. Я думаю, что этот вариант действительно работает, но ты должен быть конкретен. Ты должен действительно указать все параметры. Да, нужно указать правильные параметры. Так вот, например, тот вариант, который работает здесь в нашем испытании. Это тот, в котором вы указываете ключевое слово и поле ключевого слова. А затем возглавляете онкологический центр организации. Это компания Pfizer. Так что, похоже, для получения желаемого результата вам придется установить несколько фильтров. Если вы не установите этот фильтр, он не даст вам общего результата. Этот метод может быть действительно полезен пациентам, клиническим исследователям или практикующим врачам для того, чтобы быть в курсе последних клинических результатов. Результатов клинических испытаний. Да, но я предполагаю, что можно было бы внести некоторые улучшения для лучшей работы с поиском на естественном языке. Да, но это работает. Очевидно, что нам нужны кое-какие улучшения. Да, именно так. Давайте перейдем к следующему этапу. Давайте поговорим об этом. Хорошо, давайте установим систему и посмотрим. Хорошо. О да, давай вернемся назад и проверим, о чем там говорится. Так что давай поговорим о зверях, поговорим о новостях бизнеса и финансов на основе поиска. Хорошо, что это не база данных новостей. Расскажи мне о десятке лучших новостей в США на сегодняшний день. Окей, для этого используется биржа PSTAC. Это очень быстро. Запроси нас об этом. Итак, вот 10 лучших новостей на сегодняшний день в США. В твое воскресное воскресенье мы будем дышать полной грудью. Все в порядке, магазин ведет переговоры о долгах. Да, это определенно главный заголовок. Инвесторы ищут убежище на развивающихся рынках, когда эта рецессия обрушивается на нас. Все в порядке. Вау, все в порядке, инвесторы уходят от населения. Все в порядке, скрытые криптохолдинги превращают бракоразводные процессы в дела с высокими ставками, предупреждают адвокаты. Все в порядке, да, это интересно. Я никогда не думал о том, чтобы сочетание криптохолдингов и развода появлялось в заголовке новостей вместе. Так что давай нажмем на одну из них случайным образом. Хорошо, да, это привело нас в агентство Bloomberg. Это круто. Возвращен действительный товар. А как насчет следующего товара? Все в порядке. Опять агентство Bloomberg. Круто. У нас есть источники информации. А у тебя есть еще какие-нибудь источники информации? О, а вот это сообщение похоже взято из другого источника. Давай-ка взглянем на финансовую информацию. К тому времени я уже поговорю со спикером палаты представителей Маккарти во время моего обратного перелета в США. И да, это сегодняшние новости. Все хорошо. Да, круто. В этом выпуске вы найдете новости, связанные с бизнесом и финансами, и я предполагаю, что заголовки, которые вы здесь перечисляете, выглядят достоверно, а источники достоверны. Действительно. Так что это хороший плагин для людей, которые заинтересованы в чтении новостей бизнеса и финансов. Это хороший сборник новостей из разных категорий, и я не вижу здесь повторения одних и тех же новостей. С другими можно было бы поспорить, что они сильно пересекаются друг с другом. В США по умолчанию используется слово «глубина», которое нужно для пробуждения, и да, этот магазин «глубина разговоров» связан с этим. И да, у нас есть десятка лучших новостей, как мы и просили. Но на этот раз Google представляет Мэтта Палма II. Хотя этот продукт был выпущен первым, я думаю, что он был анонсирован в разделе ввода-вывода Google несколько дней назад. В нем говорится, что он будет представлен. Возможно, здесь есть какие-то дополнительные подробности. Но ты можешь сказать, что это деловая новость. Тем не менее, это действительно важная деловая новость в мире технологий, которая затрагивает множество других видов бизнеса. Так что здесь у нас есть соответствующие фотографии, а также источники информации. Финболт, Форбс, финансовые евреи. Да, у нас есть данные из журнала CoinJournal и из интернет-магазина TechamTesty.com. Окей, отличная идея. Вот эта статья действительно полезна. Я могу сказать именно это. Круто. Переходи к следующей, не так ли? Давай включим эту программу первый раз, а затем да-да, перейдем к следующей. Так что следующая программа на самом деле называется Boolio. Я случайно установил ее на компьютер. Я не знаю почему, но так будет лучше. Это сэкономит нам время на ее установке. Это самый простой способ проанализировать стоимость мировых акций с использованием мощи методологии качественных факторов. О, это кажется очень продвинутым способом анализа. Так что давай попробуем это сделать. Подскажи мне, как мне следует использовать этот плагин. Ну и ладно. Наверное у меня эта функция еще не была включена. Давай зайдем в раздел плагинов и включим это логическое значение здесь. Да, именно так. Хорошо, расскажи мне, как пользоваться этим плагином. Давай же. Итак, есть какой-то количественный метод с использованием векторной модели, и это говорит об этом. Конечно же, плагин Building используется для получения и анализа данных о стоимости мировых акций на основе количественных методологий. Вот краткое руководство по его использованию. Хорошо, здесь у нас перечислены все необходимые функции. Все в порядке. Ты можешь перейти к фактической реализации функции прямо здесь. Итак, вот здесь мы получаем сводку по запасам API, необходимыми параметрами будут регион и символ. Все в порядке. Да. Пожалуйста, обратите внимание, что регион должен быть указан с помощью специального кода ISU. Хорошо, с этим никаких проблем не возникнет. Помните, что этот плагин предназначен для всестороннего анализа стоимости акций по всему миру, поэтому данные представлены довольно подробно. И могут потребовать некоторых знаний в области финансов и фондовых рынков для полного понимания. Все в порядке, круто. Давай приведем здесь пример с яблоком. Давай добавим слово APL. Хорошо, но мне также интересно, есть ли в нем только одна функция, которую можно использовать. Он должен быть более сложным, чем показано здесь. Так что я думаю, у нас есть итоговое резюме. Во-первых, у нас есть описание бизнеса. Да. Производитель электронных устройств, а затем описание технических характеристик. Хорошо. Да, выручка компании снизилась. Да. Все в порядке. Чистая прибыль снизилась. Вот это и есть та самая область. Описание сектора, финансовые коэффициенты. Все в порядке, все хорошие показатели. У нас есть некоторые финансовые коэффициенты, у нас есть некоторые коэффициенты, подобные коэффициентам P, для включения некоторой информации со вторичного рынка. У нас очень высокий балл. Вау, у этого проекта есть свой собственный специфический балл. Хорошая корреляция с ключевыми экономическими показателями. Да. Все в порядке. На мой взгляд, это не выглядит слишком количественным показателем, и на данный момент, по-моему, никакого фактора здесь нет. Окей, вау, у нас здесь есть сюжет. График цен по этой причине составлен за пять лет. Хорошо, хорошо, ну да. Круто. Все равно я инвестирую в эти акции. Хорошо. Да, да, да. А что еще может сделать этот плагин? Давай посмотрим. Насколько мне известно, он в первую очередь предназначен для проведения всестороннего анализа стоимости акций по всему миру. Основная доступная функция – это сводная информация по акциям API, которая предоставляет сводные данные по конкретным акциям. Хорошо, однако с момента моего последнего обновления возможности плагина, возможно, расширились. Неужели это действительно все? Перечислите все функции, предоставляемые плагином. Хорошо, давайте посмотрим на первую из них. А как насчет второй функции? Давай же. Ты же сказал, что это количественная методология и векторный анализ, не так ли? Но, о боже, у тебя здесь есть только одна функция. Похоже, что она не предоставляет никакой дополнительной информации по сравнению с данными полученными, может быть, от yahoo.com, wallstreetjournal.com, bloomberg.com, может быть, от nesdac.com. Я думаю, что есть общая информация, которую вы можете найти на этих типичных финансовых веб-сайтах, веб-сайтах обмена или веб-сайтах поставщиков данных. Так что я должен сказать, что в этом нет такой уж необходимости. Продолжение следует...